Доброго всем дня, дорогие мои зрители! Я приглашаю вас в мое новое кулинарное видео ко мне на кухню. Сегодня будет бюджетная заготовка из сала и из двух куриц. Кому актуален этот вопрос, кому нравятся мои заготовки, мои кулинарные видео, я приглашаю вас к просмотру. Буквально вчера заехала в магазин Бобровский мясокомбинат. У нас в городе есть такой магазин, достаточно большой. Там продается разное мясо, все по частям. Отдельно ливер, все на свете там. Отдельно говядина, тоже все по частям. Свинина, индийка и так далее. Хороший магазин и там хорошая цена. Я частенько заезжаю туда затариться, закупиться мясом. Ну вот я купила немного свинины, немного говядины, просто поделила по кусочкам, по порциям и отправила в морозилку. И также меня привлекла цена на тонкое сало, так оно там называется. Была распродажа, назовем это так, по 30 рублей. Сало не такое уже и тонкое. Я взяла целых два вот таких огромных куска и хочу сделать несколько заготовок из него. На экране вы видите четыре руки. Это были выходные. Сын приезжал к нам домой. Ну и вот он мне помогал. Что я делаю с салом? Те кусочки, которые мне более привлекательны, потолще и покрасивее, я нарезаю на порционные одинаковые кусочки. Это будет на засолку. Все, что совсем тонкое, с него я снимаю кожу. И нарезаю мелким кусочком, чтобы потом перекрутить на мясорубке. И буду делать паштеты сала, такую вкуснейшую намазку. То, что будет перекручиваться на паштет, сало должно быть чистое, без кусочков мяса. Поэтому мы его все срезаем. Это у меня пойдет на фарш. Затем я позже разделаю курицу. И у меня будет свинокуриный фарш. Все, сало мы разделили на разные блюда. Это кусочки мяса, которые мы срезали, они пойдут на фарш. Это сало на паштет. Ну, а эти кусочки сала на засолку. Сало решили засолить в рассоле. Поэтому я кусочки выкладываю в банку. Плотно их не нужно выкладывать. Они должны быть в промежутке друг от друга. Скажем так, в свободном плавании в рассоле. Навожу рассол на литр воды. Добавляю 4 столовые ложки сверху соли. Лавровый лист. Это по вкусу. Я кладу 2 больших листика. И также примерно половина столовой ложки у меня разные перцы. Здесь и душистые, и горькие. Отправляю это все на плиту. Как только он закипит, делаю медленный огонь. И рассол должен покипеть минутки 4-5. Затем я его охлаждаю. Пока я укладывала сало в банку, занималась рассолом, сын уже перекрутил сало на паштет. Вот такая вот масса однородная получается. Теперь я его буду заправлять. Ну, во-первых, чесноком. Чеснок надо измельчить. Можно было вместе с салом на мясорубке. Но мы этого не сделали. И теперь измельчаем на терке. Также понадобится соль и черный молотый перец. Все пропорции на паштет, на рассол для сала. Ну, в общем, как всегда, все рецепты будут под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите. У меня полтора килограмма сала, измельченного на мясорубке. Поэтому я добавляю 3 чайные ложки сверху соли. И 1 чайную ложку с горкой черного перца. И все супер тщательно перемешиваю. Также добавляю туда измельченный чеснок. Чеснок по вкусу, как вы любите, более остро, либо менее остро. И еще раз тщательно перемешиваю. Удобно перемешивать такой паштет вилкой. Вот и все. В принципе, паштет готов. Его нужно выдержать в холодильнике сутки. И, пожалуйста, уже кушать. Это очень вкусно. Мы обожаем такой паштет с черным хлебом, с белым хлебом. Мы его едим на завтрак, обед и ужин, грубо говоря. И со сладким чаем, и с кофе, и с борщом, с супом, на перекус. Но это очень вкусно. Хочу в этот раз разнообразить немного вкус паштета. Частично у меня классический. Да, только с чесноком, с солью и с перцем. Как видите, я остальную часть паштета разделила на 2 части. В одну порцию добавила укроп. Просто мелко нарубленный. У меня еще из-за морозок осталось немножко. А во вторую часть добавила копченую паприку. Первый раз экспериментировала с добавлением копченой паприки. Получила очень вкусно, ароматно. Вот прямо попробуйте, не пожалеете. В итоге получилось у меня вот столько паштета. Храню я его в морозилке. Выкладываю по маленьким контейнерам. Конечно, мы не едим его там, да, огромными количествами. Просто вот по желанию достаем из морозилки один контейнер. Ставлю в холодильник, он там медленно размораживается. Ну и мы в охоточку с удовольствием кушаем. Потом проходит какое-то еще время. Еще достаем контейнер. Ну и так пока не закончится паштет. Я вам рекомендую, если вы любите сало, рекомендую приготовить такой паштет. Это просто, бюджетно, сытно и очень вкусно. Рассол для засолки стола уже остыл. Я в банку добавляю мелко нарезанные такие дольки свежего чеснока. И затем заливаю, чтобы была полная банка, рассолом. Рассол должен быть ухолодный, охлажденный, как минимум до комнатной температуры. Закрываю банки крышками. Сутки эти баночки у меня постоят на столе при комнатной температуре. А потом отправляю в холодильник еще на четверо суток. Ну и все, можно кушать. Дальше на очереди у нас разделка двух куриц. Они примерно по 2 килограмма. Я попросила его разделать куриц таким образом, чтобы целиком осталось половина курицы, а остальные полторы курицы просто порезать укрупненно, по суставам. А затем уже я сама буду разбираться, скажем так, с этими частями и делить их на разные полуфабрикаты. Вот она, половина курицы. Я решила, что это у меня будет такой полуфабрикат. И как-нибудь запеку в духовке с картошечкой, например, эту половину тушки. При этом он отделил эту половину тушки таким образом, чтобы там было поменьше костей. То есть там вообще нет частей от хребта. Ну а все косточки от хребет я также разрезаю поменьше на кусочки, промываю и отправляю в кастрюльку вариться бульон. Дальше беру по очереди, какие мне попадаются кусочки от курицы, части курицы и разделяю их на разные полуфабрикаты. Кожу, также мясо от бедер, от двух голеней я срезаю с косточек. Кожу также нарезаю мелко. Это у меня будет мясо на фарш. Одну грудку также нарезаю мелким кубиком на фарш, а две грудки я пока оставляю, потому что планирую из них сделать полуфабрикат отбивные, куриные отбивные. Каждую грудку я разделяю на тонкие пласты. В основном у меня всегда получается по 4 хорошие такие отбивные с каждой грудки. Все обрезочки, если они у меня образуются, я также отправляю в миску, где у меня мясо для фарша. Отбиваю молоточком. Предварительно прикрываю каким-то пакетом, либо пленкой пищевой, ну, чтобы ничего никуда не летело. А затем мариную. В этот раз у меня маринад такой. И вообще мне очень нравится его применять именно для куриных отбивных. Немного присаливаю. Посыпаю молотым черным перцем и сухим чесноком. И смазываю горчицей и майонезом. Можно майонез заменить на сметану. Весь маринад хорошенько распределяю по всему кусочку мяса. И складываю эти кусочки один на один в контейнер. Я не буду эти полуфабрикаты замораживать, а отправлю в холодильник. Они прекрасно до трое суток хранятся в холодильнике. И еще вкуснее получаются, потому что максимально хорошо промаринуются. Готовлю так. Обваливаю в яйце, затем в муке. И обжариваю буквально по одной-полторы минутки с каждой стороны на сковородке с растительным маслом. И еще одна заготовка у меня будет. Это три крылышка от полутора куриц. Я их разделила по суставам. Получилось у меня шесть частей. И две голени. Я их просто сейчас замариную, а затем тоже запеку в духовке. Мариную просто мой любимейший маринад для мяса. Это соус black pepper, чеснок сухой и растительное масло. Хорошенько перемешиваю. Также отправляю в холодильник. В один из ближайших вечеров это будет у меня ужин. Дополню каким-то гарниром и, возможно, салатом. Либо с домашними соленьями будем кушать. Сын помог мне перекрутить фарш. Вот столько у него получилось. Здесь я напомню вам свинины немного и курица. Тщательно перемешиваю его и распределяю на две порции по пакетам. Пока отправлю в морозилку. Фарш всегда замораживаю в таком виде. Выкладываю в пакет. Разравниваю в тонкий такой пласт. И в таком виде замораживаю. Очень удобно, когда нужно быстро его разморозить. Достаешь и буквально 20-30 минут и он уже размораживается. И можно готовить все, что ты планировал. Потому что там тонкий слой. Все косточки и мясо, соответственно, на этих косточках уже отварились. На бульоне я варю зеленый борщ. Ну или суп со щавелем, кто как его называет. С этих косточек я сняла мяско. Также нашла в морозилке, у меня в заготовках были вешенки. Я их обжарила с луком. Теперь все это и мясо, и обжаренные вешенки с луком перекрутила на мясорубку. У меня получилась вот такая вот начинка для блинчиков. Сын помог мне нажарить блинчики. Да, он у нас любит в свободное время кулинарить. Ему это нравится. Еще прямо с детства он всегда что-то сам готовил. И сейчас он живет в Воронеже. Он учится в институте. Он никогда ничего практически не покупает. Там, ну, готовую какую-то еду. Он всегда все готовит. Я ему иногда только, да, вью с собой полуфабрикаты. Если они у меня есть, там, ну, фрикадельки, пельменки, вареники. А так он все готовит сам. Рецепт блинчиков очень много раз уже показала на своем канале. Но я также пропишу пропорции на них под видео. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я подробно рассказала свой рецепт блинчиков. Мы всегда только по этому рецепту готовим. Я несколько раз экспериментировала. Ну, вот знаете, так что-нибудь увидишь в интернете, думаю, ой, сейчас попробую. Не знаю, мне не очень нравится. Вот мне кажется, что наш рецепт самый вкусный. Ну, и вот такая у меня заготовка получилась. Она действительно очень бюджетная. Но, как по мне, очень вкусная. Изначально у меня было две курицы. Общим весом примерно 4 килограмма. И тонкого сала 3,5 килограмма. И еще раз чуть подробный результат. Ну, во-первых, у меня здесь крылышки и голени замаринованные в соусе black pepper с чесночком. Затем замаринованные куриные отбивные. Дальше засолили сало в рассоли. Мы давно не покупали готовое соленое сало, не солили. Поэтому, думаю, что в охоточку с удовольствием скушаем. Дальше. На бульоне сварила целую кастрюлю зеленого борща со щавелем. Всю весну едим. Никак не можем наесться. Уже вот эта четвертая порция. Наверное, за полтора месяца, как только щавель появился у меня на грядке. Также достаточно большая порция у меня получилась паштетного сала. Ну, не перестану петь оды этой закуски. Очень вкусно. Мы с удовольствием едим. И вам советую приготовить по моему рецепту. Еще бы достаточно большая порция у меня получилась блинчиков с вкуснейшей начинкой. Там отварная курица, жареные грибы с луком. Ну, и все это переключено на мясорубку. А также еще фарш. Две порции, примерно по 600 грамм. И половина курицы. Фарш, половина сырой курицы. Отправляю в морозилку. Также частично отправляю в морозилку на хранение паштет. Сало, пускай солится. Сначала на столе, затем в холодильнике досаливается. Паштет частично в холодильник, частично в морозилку. Блинчиков хватит мне на два завтрака. Борщ, это ближайшие три дня будет наш обед. Замаринованные полуфабрикаты, это ближайшие наши ужины. А теперь, девочки, хочу поделиться своей радостью. Я очень давно мечтала и даже немножко завидовала тому, у кого есть хлебопечки. И теперь у меня тоже она есть. Долгожданная моя помощница. Она действительно максимально просто устроена. И максимально все делает сама. Это сама чаша, ну или форма для хлеба. Заместочную лопаточку нужно закрепить в форме. Есть мерные емкости. Это ложка и чашка. Практически все рецепты прописаны так, что измеряешь все не на весах, а этими мерными емкостями. В книжке мало того, что все подробно и понятно написано о комплектанции данной хлебопечки, как ее включать, как ей пользоваться. Есть большой сборник рецептов для хлебопечки. Целых 50 рецептов различнейшего хлеба. Рецепты чудесные, максимально разнообразные, с добавлением разной муки, и кукурузный, и ржаной, чесночный хлеб, оливковый хлеб, постный, молочный, горчичный, бородинский, французский, с добавлением семечек, изюма, других цукатов, сладкий хлеб, ну или булочки. А еще, что для меня очень радостно, что хлебопечка сама может приготовить дрожжевое тесто для пирожков, пирогов, а я буду уже из готового качественного теста формировать изделие и выпекать. Хлебопечка у меня уже неделю. Конечно же, я пробую каждый день новые рецепты. Начала с самого простого, постного хлеба. Вот такой он у меня получился. Ну, аромат невероятный. Как по мне, что аромат свежеиспеченного хлеба, это самый уютный и домашний аромат. Повторюсь, что я вам сейчас показываю вариант самого бюджетного, самого простого, постного хлеба. Грубо говоря, мука, вода, растительное масло, соль, сахар и дрожжи. А посмотрите, какой он в разрезе аппетитный. Еще два целых раза выпекала картофельный хлеб. Здесь в качестве жидкого ингредиента добавляется картофельный отвар. И немного картофельного пюре. Очень нам понравился этот рецепт. Хлеб получается более такой влажный. Мякиш более влажный. Ну и очень приятный легкий аромат отварного картофеля. А теперь я купила муку ржаную, обдирную хлебопекарную. И хочу попробовать испечь ржаной хлеб. Выбираю из книги рецептов рецепт ржаного хлеба. Хлебопечка максимально проста в использовании. Нужно согласно рецепту из книги рецептов загрузить все ингредиенты. Предварительно нужно их только отмерить мерными емкостями. Стаканчиком и ложкой. Это занимает ну реально 5 минут, не больше. Все. Устанавливаем чашу с ингредиентами в хлебопечку. Закрываем ее. Включаем в розетку. На самой хлебопечке есть электронное табло. Здесь нужно выставить, во-первых, программу, соответствующую тому хлебу, который вы выпекаете. Затем цвет корочки. Можно также выбрать менее зажаристая, средней зажарки, либо более зажаристая. И вес готовой буханки также согласно программе. А еще есть функция, если это необходимо, включить отложенный старт. И это все. То есть 5 минут загрузить ингредиенты и еще одну минуту включить хлебопечку. Дальше. Я занимаюсь своими делами. Хлебопечка все делает сама. Сначала смешивает ингредиенты, потом тесто подходит. А затем хлеб выпекается. Когда хлеб готов, печка дает об этом мне знать звуковым сигналом. Нужно подождать немного, чтобы хлебушек немного отдохнул. Будьте осторожны. И нужно извлекать чашу обязательно прихватками, потому что она очень горячая. Затем я извлекаю хлебушек, даю ему под полотенцем немного отдохнуть, прийти в себя. В этот раз я не утерпелась и начала резать хлеб очень горячий. Так лучше не делать, потому что в разрезе мякиш приминается ножом. Но какой же аромат вкусный! С добавлением ржаной муки хлеб получился совсем другим, чем предыдущий, который я вам показывала чуть раньше. Более плотный, тяжелый. У него совсем другой мякиш и по внешнему виду, и по вкусовым ощущениям. Хлеб по-своему очень вкусный. Я обожаю такой хлеб. Он какой-то более такой настоящий, более сытный. Вот уже целую неделю я экспериментирую с разными рецептами. Одной буханочки у нас хватает на один день. Я очень рада и очень довольна, что у меня есть теперь такая помощница на кухне. А посмотрите, какая она красавица! Моя хлебопечка от Oberhof, модель Brother F4 в цвете Blue. Цвет потрясающий! Теперь эта красавица украшение на моей кухне. И вы будете часто теперь ее видеть в кадрах, особенно в моих кулинарных видео, потому что я планирую каждый день выпекать вкусный свежий хлеб для своей семьи. Если вы, дорогие хозяюшки, тоже давно мечтали и хотите себе хлебопечку, я оставлю на нее ссылочку под видео в описании. Ну а я буду заканчивать на этом свое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте мне лайк, напишите любой комментарий в поддержку меня и моего канала. Ну и, конечно же, приглашаю подписаться всех тех, кто еще по какой-то причине не подписан. Всем пока и скоро увидимся!